Неизменно каждый год в конце зимы, в начале весны, к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. В этом году она началась 20 февраля. Традиционно в школах нашего района этот день отмечается общешкольными праздниками. Как подготовились к встрече Масленицы в нынешнем году школьники поселка Забойского, узнаете в следующем материале выпуска. В этот день в спортивном зале школы номер 20 собрались все ученики – от первоклассников до выпускников. Повод довольно приятный – встреча Масленицы. Мы соблюдаем всегда традицию культуры, изучаем культуру нашей малой родины. В рамках уроков кубановедения у нас регулярно проходит. Мы занимаемся проектной деятельностью, во внеурочной деятельности. Сейчас у нас казачьи группы образованы. Стараемся по максимуму внимания этому уделять. Ребята познакомились с традициями праздника и узнали, что вся Масленичная неделя делится на два периода – узкую и широкую Масленицу. И если в первые дни можно было заниматься хозяйственными работами, то с четверга начинались народные гуляния. Ученики повеселились от души, танцевали, пели песни, участвовали в играх и конкурсах. Основное угощение и символ Масленицы – конечно же блины. Ребята постарались на славу и принесли разнообразные угощения на праздник. Блины мясные и сладкие, с творогом и со сметаной, а еще вафли, пирожки, пирожные. В общем, столы ломились от кулинарных изысков. Ну, я думаю, что у нас все удалось, нам получилось исполнить то, что мы хотели. Самое главное – то, что все наелись, навеселились, натанцевались. Если вы не успели попробовать традиционное масленичное угощение, у вас еще есть время. Угощать от души, гулять и веселиться предстоит всю неделю. Что ни день, то праздник. За это и любят Масленицу. За широту и удаль. Так созвучную русской душе. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».